Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей. Сегодня мы начинаем прохождение одной довольно необычной, довольно-таки классной игрушки под названием Welling Hurts The Great War. Это такое необычное, короче, суечение, и я когда первый раз её видел, я подумал, что она только для плойки, так сказать, вышла. Оказывается, нет, вон в стиме херак и 7 рублей стоит. Я просто урвал, точнее не я урвал, а Тимофей. Ну, вы знаете, такой Тимофей, естественно, он мне в подарок прислал, я, честно, думал, ни хера себе Тимофея разбогатела, она стоит, это сколько денег, а, коснет, 7 рублей. А, думаю, этот Тимофей, нищий, брат, не мог нормально что-нибудь подарить. Ну да ладно, Тимофей, Тимофей. Ни разу у нас такого, по-моему, ничего подобного на канале не было, но, как бы, развиваемся, растём и будем проходить всё, что нам, собственно, нравится. А я думаю, что эта игрушка довольно-таки классная. Ладно, давайте посмотрим. В этой игре данные сохранятся автоматически на определённых этапах. Не выключайте систему, когда в правом нижнем углу бежит солдат с ружьём куда-то атаковать. Источником вдохновения для авторов игры послужили события, которые заворачивались на Западном фронте в период... Первое августа 1914 года. Ну? После убийства Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола, Германия объявила войну России. За что? Союзная ей Франция так же готовится к боям. Вот сучки. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации, живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Давай, до свидания. Среди них был и Карл. Хуя себе, Карл-то халк какой-то. Они Карлу, по-моему, буквы перепутали в словах. Первое августа 1914 года. Сен-Миэль, Франция. Ой, ребёнок-то заболел у вас, товарищи. Аккуратнее надо с этим делом-то. Ха-ха. Два почтальона Печкиных приехали добрых, потому что у них уже есть велосипеды. Здорово, Карл. Ты украл кораллы у Клары. Тебе это, всё. Ха-ха, готовься. А, нет, Карл, куда ты? Карл! Ты забыл бутер, Карл! Ты не тот взял мешок! А, это старший Карл, судя по всему. Совершенно такой же, только немного зарос, как я и староват. Кто-то, наверное, начнёт мне говорить в комментариях, сразу писать, «Играй серьёзно, это серьёзно играл». Да не тот у нас канал, ребятки, чтобы серьёзно в игры играть. У нас тут развлечение, как бы юмор, а не серьёзная атмосфера и ламповое прохождение. Хотите ламповых прохождений? Найдите другой канал. Я игры прохожу, чтобы было смешно, забавно и весело, и вам, и мне в том числе. Поэтому можете посмотреть ламповое прохождение у кого-то другого. Однажды дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. А, всех, короче, турнули. Так вот, можете посмотреть... С тяжёлым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждёт его впереди. А, как бы война, игра-то про войну. Эл, сюда, окей. Так вот, можете посмотреть ламповое прохождение на каком-нибудь другом канале, а потом вернуться сюда и чисто поржать. Ага, чё ты тут меня от сабли своей тычешь? Чё, блема? Смотри, не надорвись, чурбан. Орёт он где-то. А, лоха, ты проиграл. Кричал, кричал, в итоге сам свалил. Игрик. Отлично. Объявление войны. 28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола эрт-герцог Франц Фердинанд. Действия нескольких держав, связанных цепочкой дипломатических и военных соглашений, привели Европу к вооружённому конфликту, который после подключения к нему колоний приобрёл глобальный масштаб. 1 августа Германия объявила войну России, 3 августа Франции, 4 августа Германия объявила войну Британии, 11 и 12 августа Франция и Британия завели о том, что находится в состоянии войны с Австро-Венгрией. Германия, тебе не дохуяль будет войн-то? Ты не осилишь, мне кажется. Так, это чё? Формирование армии. Армия и большинство участников войны набирались по призыву. В Германии возраст солдат составлял от 17 до 45 лет. Призыв начинался с 20. Срок службы составлял 2-3 года. Во Франции военнообязанными считались мужчины в возрасте от 20 до 48 лет. Служба удалилась 3 года. Российская армия набиралась из 21-летних призывников. Они служили 3 года и оставались в запасе до 43 лет. В годы войны призыву подлежали все военнообязанные мужчины. В Англии к 1914 году имелась лишь небольшая профессиональная армия. До 1916 года войска формировались из добровольцев. Лишь затем на службу стали призывать мужчин от 18 до 41 года. Железные дороги. Важнейшую роль в перебросе войск на передовую и их снабжении играли железные дороги. Уже в августе 1914 года британцы направили к линии фронта инженерные войска для прокладки новых маршрутов. В Германии, которая заранее готовилась к войне, железные дороги находились в превосходном состоянии и охватывали все важные направления. Франция также обладала хорошо развитой железнодорожной сетью. Переброска войск к границе началась уже в день объявления войны и завершилась менее чем за 2,5 дня. Несмотря на обширность территории, мобилизация в России также просла успешно. А потому что что в России мобилизовать? Все в Москве живут. Ага, кровавый август 2014 года. В первых боях германские войска начали одерживать быстрые победы. Окупировав часть Бельгии, в конце августа они двинулись к Парижу. Немецкая армия имеется в виду. Французская армия в массовом порядке отступала. Враг легко теснил ее, отбивая все атаки. Многие солдаты попадали в плен или погибали. Период с августа по сентябрь считается самым кровавым периодом войны. В одной только французской армии за все это время было убито и ранено 180 тысяч человек. Французские власти выдали это отступление за организованный отход. Началась новая война за общественное сознание. Окей, довольно-таки интересно. А че, это меня разделит уже? Э, я одетым заходил. Да хватит орать-то. Два брата-близнеца, смотри. Почти как братья запашные, только нет. Тут все какие-то одинаковые. Семь запашных, восемь ржашных. Куда это я? О, вот это быстро. Вот это уже переодели. Замечательно. Просто красота. Че ты все орешь на меня, дружище? Э, брео! Че ты? Подудеть? Че ты хочешь от меня? Макараминю, иди нахуй. Как подудеть-то? Подожди. Я че-то неправильно делаю, что ли? Нажми, говорит, влево. Я нажимаю влево. А че тебе надо-то? А, может, это лево? Че такое-то? Эй, как играть-то? Подожди, ну-ка. Параметры. Геймпэд. Бросить. Задействовать собаку. Подсказка. А, подсказка, вон. Подсказка есть у меня на этот. Окей, давай я попробую. Вы можете отключить систему подсказок. Да окей, я понял. Нет доступных подсказок. Голубь в каске. Вот это нормально. Почему нет? Да я нажимаю, чуть не нравится. А, с этим упырем надо будет позавомодействовать. Вон оно че. О, а я командир, что ли? Нормально, смотри, меня уже сразу в командиры приняли. Я, короче, командую войсками. Я красавчик, да? Спасибо тебе, что повысил меня. Все нормально, говорит. Нормально, пойдем, пойдем, пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Как они забавно бегают. Вверх, окей, я залез. Такой старый, короче, и херачит. Икс, на, на, на! О, красавчик! Ну да, я знаю, я вообще молочек. Так, че тут у нас? А. А, отлично. На-ка! Опа! Я взорвал его, да? Хо, получи фашистская морда! Красавчик я, да, да, дай еще одну возьму. Спасибо. Ха, пригодится. А это что такое? Шапка трофей! У-у-у! Я подобрал трофей, ни хера себе. На! 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 Вот так-то! Так, отлично, перекидываем. Опа, на! В голову прям! Получи, фашист, гранату! Бу-бух! А, ай, лайк! Мне, говорит, нравится. А или вы тоже лайки не забыть ставить? Ха-ха, как я ворона роль подсветил сейчас. Опа, шапку возьми! Не хочешь? Окей. А че, уже не бежишь? Ра-ра-ра-ра, нормально горит, ты пойдешь главным. Так, давай, свой отряд, ты можешь ему не укомандовать. Крейсер тебе в бухту, истребить от тебя в ангар. Французский флаг, я пошел его поднимать. Та-ра-ра-та-та-та-та-та-та-да, смирно! Смирно, это налево. Смирно, направо. Все правильно, смирно. К первому равняемся. Моя дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, с урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Ты уже главный. Пасу из-за меня внука. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом. Вот этот брутальный усач. 14 августа. Восточный вокзал. Франция. Что делать? Алло. Так, пацанва, ну-ка отвалили от него. Это мой друган. Сгорите в паре в огненной воде, собаки. Что еще? Теперь этих отхерачить что ли? Что ты мне свою руку сейчас стыдишь? Я тебя тыкну. Что дальше? Водку им надо дать. Алло, я вообще-то хотел их забрать. А, вот эту водку надо взять. Отлично. Туда им надо кинуть, я понял. Так, чувачки, держи водку. На. А, я ему кинул розочку. Да что не так-то? Что надо сделать-то? Нихера ты там? Что делать? Ай-твистер херачишь? А, вот взять можно бутылку. Не, нельзя. Он ее отхватил у меня. В кого ее кинуть-то? Чувачки, отстаньте от моего друга. Он теперь мой друг. Может, ему надо туда кинуть? На. Держи заточку. Нет? Чувак, ай-твистер жрать. А, вот, отлично. Так, чуваки, я принес вам бутылку венца. Малососнедика, хуйца. На. Да что не так? У тебя откуда взялась-то? Она сейчас из кармана достает что-то? Ну-ка отдай. Так, я что-то не понимаю немного. Совсем чуть-чуть. Ну, надо же явно куда-то в них кинуть. На. Да что ты будешь делать-то? Да, ну-ка отпустите моего другана, собаки. Ха-ха-ха, смешно тебе. Я тебя сейчас как двину палкой. Прикладом нахлещу. Так, ну что-то надо сделать с бутылкой, явно. Здесь бутылки вон кругом есть. Что тебе надо? А, типа, дай пройду. Эти мне их... А, подкупаю. Вот, со старых добрых времен подкупаем. Открыт новый дневник. Че за дневник? Дневники. 12 августа. Сегодня мой первый день подготовки в военном лагере. Не могу удержаться от мыслей о Карле. Его, наверное, сейчас точно так же му-ш-ш-труют в Германии. Объявление войны крепко ударило по всем нам. Надеюсь, Мари с соседями вовремя успеют собрать урожай. Не могу дождаться того момента, когда смогу вступить в бой. Может быть, тогда раздирающая меня изнутри боль хоть немного утихнет. Сегодня в 4 часа по всему Парижу зазвонили колокола, нагоняя страх. Какой-то человек на улице сказал мне, что это был сигнал к меморизации войск в случае объявления Германии нам войны. Нужно написать отцу и выяснить, что происходит в Бельгии. А снова окажешься в Германии, я как-то странно себя чувствую. Хотя бы из-за Марии и Виктора я спокоен. Эмиль сможет о них позаботиться. В ближайшие месяцы волнение наверняка уляжется, ведь все это так воссмысленно. После Карла нас покидает и папа. Зачем его призывают? Неужели изгнания здешних мест моего любимого было недостаточно? Зачем они еще и папу хотят оттеть в военную форму? Он ведь слишком стар для всего этого дерьма. Теперь я осталась совсем одна, с маленьким Виктором на руках и неубранным урожаем. Печалька-то какая. Опа, что-то стеркает. Ага, что-то нашел. Отлично. Одна лестница говорит, нельзя. Так, тебя надо тоже как-то напоить, что ли, набухать, дурачка. Ага, я дюджей, я понял. Что-то вы как-то херовенько играете, ребят. Совсем не катит мне ваша это... Песня. Давайте-ка нормально там, сыграйте-ка мне. Как там? Песня-то поется. Что-то там. Ты-то-то постучалась в двери. Знаю я, ты ко мне. Верю и не верю. Падал свет, плыл рассвет. Осень моросила. Столько лет, столько лет. Где тебя на музыке, говорит, хочу? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Ту-ру-ру-ру. Включи музыку, всё. Мне ясно стало теперь. Эй, столько лет я спорил с судьбой, сука, поиграй ему нормально. А, во! Надо поровну их как-то по очереди замутить. Во! Ай! Ай, не то. Окей, погнали. Да не туда ты, давай. Опа! Эй, давай за... Вот, нормально запели, отлично. Так, я бегу помогать мою другану, я так понял. Ну, конечно, сейчас я его отоварю там всех за моего пацаната. А, теперь этих надо дернуть, я понял. На! Сгори, тварь, чтоб твое лицо обуглилось нахер. Замечательно. Так, чувак, это я возьму с собой. Мне пригодится, а ты пока. А, ну он вытаскивает ее из яйца, из сыра, понимаешь? Это водка из сыра. Привет, мой брат, дай мне руку. О, спасибо, что спас меня, я этот. Ты откуда? Я из Америки. Пора, пора, жрать, пора. Давай, пока, я поехал пожрать. Давай, все счастливо. 21 августа 1914 года. Пол Кемиле был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. А чё это такое? Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем. А, яичишки-то поджались, естественно. Так, не шато, Бельгия, поехали. Я иду вперед, я знаменосец. А вы все тараканы бесполезные. Я с моим генералом иду вперед. Ёпта! Давай, приготовились к битве! Я найду... Подожди. Алло! Вперед! Ой, хера, у тебя там орденов, ты еще вот полземли захватил уже, что ли? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, вперед, 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 не дрищим! Ой, ой-ой, снаряды! Ай-ой-ой, тихо! Тихо, тихо, бой! Мать моя, тихо, убьют сейчас! Осторожней, Эмиль! Ты должен выжить! Ты не должен умереть в первой висе, Эмиль! Ты мне нужен живым! Давай, 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 вперед! Вперед, давай! Ой! Минус один! Ну а чё? Тихо, 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 не стреляй в меня! Всё, опа-опа, спокойно пробежали! Я понял, надо уворачиваться от всяких снарядов! Ой, как много летит! Херут бомбёжку на трёх человек, семь самолётов задействовали! Дураки, дураки, что ли? Лучше бы какие-нибудь... Ой, склады бомбили! С боеприпасами там, я не знаю! Нет, они людей будут бомбить! Спокойно! Ой-ой-ой, а экран-то идёт, экран-то будет меня подталкивать в конце концов! Ой, как плохо-то! Ой, как всё, ничего не вижу! Чё происходит-то? Готовься! Стреляю! Вы чё? Вы чё? Так, дайте мне медсестру, мне нужно идти в госпиталь. Ну? Я же жив. Да я в принжилете должен был быть, бежать же, я же солдат! У меня вон конверт под письмо есть. Я могу вместе с поясом отправить к кому-нибудь. С поясом верности уже нет старухи, которой нет. Что случилось? Где твоя печаль? Рядовой 150-го пехотного полка Эмиль Шайон 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Я думал убит. Надеемся, он скоро сообщит вам о себе. Очень на это надеемся. Я не знаю, кто-то влюбился так в него уже. Вроде 10 минут его знаю, а я уже влюблен влюблен. Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. Красавчик. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного. Убивать. Наказать тех, кто сломал ему жизнь. Ага. Классно. Не, ну правильно, а чё сей жизнь сломана? Когда ты на Марне, Фредди наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон Фондорф. Сучонок. Ах ты, падла. Погнали. Так. Ха! Ха! Так, а надо, говорит, подзарвать мост. Погнали. А, это сломать надо. Руками долбит, смотри, чё беспредельщик. Сейчас все руки в крови будут. А. А. Хе-хе-хе-хе. Кусачки у меня, говорит, есть. Зачем ты руками, дурак, ломаешь колючую проволоку? Это он мне сейчас разговорит свою хрень, представляешь? Не, ну а чё? На! На, бля! Чё ты против Фредди, что ли, я не понял? Эх вы! Так, открыт, надо в дневник. Быстрее читаем дневник. А, не, не то. Мне вот старика надо. И ещё один день в пути. Сегодня мы впервые услышали пушечные выстрелы. Не хочу убивать. Пора отогнать всякие мрачные мысли и попробовать заснуть. Да, да ты уже в плену поздно. Опа! Так, 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 так. Отлично, Фредди вообще без предела. Один, просто сделал себе дорогу. Так, надо в кого-то кидаться минами, я понял. Ой! Уже застрелили кого-то. Смотри как. А чё делать-то? Чё, 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 куда? А, вверх надо нажать. Вверх прыгай, Фредди. Фредди и Крюгер. Ну, вверх же надо, наверное, да? А, монетку надо было подобрать. Окей, я понял. Игрик. Позолоченная пуговица. Серовато-голубые шинели французских войск имели золотые пуговицы, которые порождали немало проблем на поле боя. Они блестели на солнце, выдавая врагу местоположение солдат. Зачастую бойцов демаскировали и ярко-красные брюки. Ну, это действительно, это логично. Не надо себя выдавать. Чё теперь делать-то? Надо куда-то кинуть чё-то. А куда чё кинуть? Сюда, что ли? На. Ой, 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 Фредди, ты дурной. Зачем ты сам себя взрываешь-то? А чё делать-то? Как-то я чё-то неправильно делаю. Да должен залезть же наверх. Нет? Эй, командир, пропусти меня. Дай я пройду. Я ж всё правильно сделал. Чё не так-то? А, вот это, может, взорвать надо. Ну-ка, на. А, точно, надо преграду взорвать. Я понял. Ну, отлично. Давай, ломайся. Во! Замечательно. Делов-то. Догадался прям сам практически. Молодец. А, взорвай, говорит, динамит опять. Да я понял, что мост надо взорвать. Только я ещё, походу, не добрался до дислокации моста-то. Так, выйдет авокад отстреливать. Прикрывайте меня, ребят! Воп, чат, могилка уже напомнила мне эту игру про краба. Чё-то прям, ну, просто таким же образом бегал. И ноги у него так же крутились у моего товарища, который с тюрьмы забегал. Так, отлично. До свидания. А, нечего на линии огня отстоять. Так, чё теперь? А, надо теперь вон ту штуку подзорвать. Ну, давай попробуем. Это мы уже делали. Ой, не попал маленечко. Так, они до сюда не дойдут, да? Тогда вверх вам закинем. Да что ж ты будешь делать-то? Надо выше, наверное, да? Давай. А, во, отлично, попал. Замечательно. Давай, рвы! На! А, да-да-да, давай, всё, я понял. Как легко. Надо просто отвлечь его и пробежать вперёд. Замечательно. Так, чё тут? Это фашист, да? К нему нельзя подходить? Давай я его взорву. А, чё нет-то? На, чувачок. Ой, граната горит, ложись! То есть это не работает. А, кирпич. Ха-ха, отлично. Чувак. Точно надо его вырубить. Надо ему в чеклыньку запустить. На! А, тебе насрачишь. Ха-ха. А, чё? А-а-а. Можешь отвлечь его? На! Чё за херня? Чё за херня он крикнул? Чё такое? А-а-а, понял, всё. Отлично, отвлекаем его, а потом бежим вниз. Я понял. Так, чувак. На, ещё разочек. Чё за херня? Быстрее, 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 быстрее. Вниз, 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 вниз. Ай, хорош успел, да? Так, теперь чё? А, динамит не работает тут? А чё это такое-то внизу? Карта какая-то. Чё за карта? Ладно, потом посмотрим. Опа, динамит. Куда его? Нажимай. А, не хватает динамита, понял. Наклади. О, ща рванёт. Вот ща рванёт. На! Ага, дрестанули, да, товарищи? Ха-ха-ха-ха. Ух, полетел мастёнок, полетел. Будет знать, а чё? Да не надо с Фредди связываться. Так, записочки. Американцы в армии Франции. Сразу после начала войны в армию Франции были добровольно зачислены 128 американцев. Почти все они на тот момент находились в Париже. Большинство добровольцев вступило в иностранный легион и сражалось на битве. В битве на Марне. Остальные стали лётчиками, составив основу в сформированной позже эскадрилье Ла Файет. Из всех 128 американцев почти каждый пятый отдал свою жизнь за Францию. Среди них был известный поэт Алан Сигер. Подвиг этих людей привлёк огромное внимание американских журналистов. Их публикации стали решающим фактором, повлиявшим на решение США вступить в войну 1917 года. Замечательно. Пулемёты. Первая мировая война наглядно показала, насколько далеко за последние годы ушёл технический прогресс. Его символом можно смело назвать пулемёт. Модели той эпохи могли сделать целых 200 выстрелов подряд без потребности в охлаждении и отлично проходили для поддержки пехотных атак. В бою немцы обычно размещали их на передней линии. На первом этапе войны это позволяло им получить огромное преимущество над противником. Захват знамён. Боевое знамя имело огромную важность для каждого воинского подразделения. Неудивительно, что любой из таких флагов считался очень ценным трофеем. Оказавшись в безвыходном положении, бойцы старались сжечь или спрятать знамя до того, как попадут вместе с ним в руки к врагу. Когда война приобрела позиционный характер, знамёны исчезли с поля боя. Их демонстрировали только во время различных военных церемоний, проводившихся вдали от фронта. А вот здесь мы что-то не прочитали ещё. Битва на Марне. Согласно плану Шлиффона, разработанному задолго до начала войны, Германия должна была быстро оккупировать Францию, вторгнувшись в неё с севера через территорию Бельгии. После череды неудач в августе французские войска всё же дали отпор германской военной машине в битве при Марне 6 сентября, предотвратив захват Парижа. В этом сражении франко-британским силам впервые удалось остановить натиск немцев и тем самым сорвать их основной стратегический план. Фронт после этого сместился к северу и с наступлением декабря стабилизировался. Началась позиционная война. Ага, замечательно, дайте мне динамит, я ещё кого-нибудь взорву. Чё? А, всё, назад шли, поехали. Ага, замечательно. Чё? Куда? Теперь это надо кидать? Ой, динамит выкинул. А чё его куда? А, вот туда надо на тот динамит попасть. Понял, всё, кидаю. На! Ща рванёт, короче, ещё что-нибудь упадёт. Ха! Нормально так, дайте мне ещё одну. Вот эту вот. Она кидается, это хорошо. Во, какой ты, Фредди, толстоватый, под тобой же железо гнётся, красавчик. Так, это чё за верёвочная лестница? Понял. Понял. Камешком. На-ка. Замечательно. А гранаточку-то я всё равно возьму. Пригодится, так сказать. Какому-нибудь фашисту в рот засуну, как рванёт, чтобы все фашисты оказались в крови. Своей собственной, практически. Ой-ёй-ёй! Опять тот меня стреляет. Так, я понял, быстрей. Быстрее, пока он не начал стрелять. Ага. Перезарядил? Кофейку попьём пока. Нет, спасибо, игра. Я не хочу сейчас залазить наверх. Я попозже. Она предлагает прям под пулемётную очередь встать. Замечательно. Оп, назад. Стреляй. Я хитрый. Я хоть американец, но хитрый. Но мозг-то есть. Поехали. Ра-та-та-ра-та-та. Ой, чувак, ты, по-моему, попал. На, держи. Ой, не то чё-то. А всё правильно я кинул. Чё не так-то? А, вверх, наверное, туда надо попасть. На, держи. Чё, его завалит, да? Ха! Блин, да что ж ты будешь делать-то? На, на, ещё одну. Держи, мне не жалко. Ложись! Дурак! У тебя минов ногами. О, молодец. Вперёд. Отлично! Вперёд! Давай, говорит, за пулемёт. Без проблем. Ну-ка, тут нас ставишь. Говорит, два колеса против Фредди. О! За, так сказать, войну. Испугался, убежал куда-то. Шпроты, говорит, быстрее меня есть эти шпроты! Какие шпроты, чувак? Шпроты в Латвии. Отлично, бежим. Быстрее, 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 быстрее! А! Успел, успел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, спокойненько. Так, мне нужен кирпич. Мне какой-то кирпич нужен, чтобы лестницу сбить. Так, где взять кирпич? А, его бутылочкой. Ну, без разницы. Так, а ты там, фашист, что с тобой это делать? Тебя надо отвлечь как-то, да? Давай попробуем. Короче, смотри. Сейчас снизу тебе в голову летит бутылка. А, нет, не так, понял. С той стороны надо его отвлечь. Что ты там высмотришь? Иди, он у тебя там, бутылка сейчас упадёт. Да что ж ты будешь делать? А куда туда его отвлекать-то? А, смотри. А если я кину сейчас бутылку сюда, он, короче, пойдёт туда. И в итоге, короче, я у нас как за шею схвачу. У нас как. А, вот сюда, понял. Быстрей, 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 быстрей. Чувак, там ничего интересного. Я просто убегал. О, воу. Хорош. Так, карта какая-то. Ай, нет, не стреляй! Сучонок какой, а, да, посмотри на него. Взял меня и застрелил. Ни за что. А что с ним делать-то? Надо было подобрать карту и бежать назад, что ли? Или на фруктах волохануть? Хера узнает. На! Ой, не туда хигал. Ундорсен, ундорсен, говорит. Что такое ундорсен? Я не знаю. На-ка. Так, чувачок. Ну, а в сено можешь спрятаться надо. Точно, давай в сено попробуем спрятаться. На! Не попал. Генри. Ну, ты же умный американец. Давай у меня подсказку какую-нибудь сделай, чтобы... Подсказку. У меня же есть подсказки. Я и забыл сам себе про них. Забыл про подсказки-то, ребят. На-ка. А, что такое? Хоп! А, точно, вон туда надо. Быстрее, 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 быстрее. Тухлые помидоры. Отлично. Так. А-а-а. На! Нет? В голову тебе светануть? Нет? Окей. Ну, все, овощи. Овощи полезные. Будем восстанавливать, так сказать. А-а-а. Понял. Все, понял. На-ка. Жрать пора. Дороги. Опа. Этого убить надо, да? На! Ха! Смотри! Быстрее, вниз. А-а-а-а! Вот это я понимаю. Вот это стелс. Вот это по-нашему. Не-не-не, подожди. Там еще не полностью позвонило. На, держи. Сейчас я тебя тоже вырублю, короче. Унштольцин, будешь знать. На! На! Так, там что-то лежит. Письмо какое-то. Письмо какого-то этого. Так, дневники есть, что нового? Нет. По исторические факты. А, во. Штабная карта. Совершая маневры на сельской местности, солдат Первой мировой не мог, подобно современным бойцам, использовать спутниковую навигацию. Его распоряжения были лишь компас и штабная карта. Задачи по ориентированию возлагались в первую очередь на офицеров и унтер-офицеров. Понятно. Платок с вышивкой. Лейное белье очень ценилось на фронте, поэтому на нем часто вышивались инициалы владельца. Несмотря на расхожие мнения, вышивка в те времена не была исключительно женским занятием. Многие военнопленные коротали за ней время. Ой, пидоучки. Нормально, че? А че тебе надо? Здесь я все почитал. Куда-то теперь туда надо всегануть или че? А, теперь надо пострелять. Понял. А, а, знамя, знамя! Точно, нас же про знамя говорили. Сгори фашистский платок! Будешь знать, как говорится, вот, оказывается, зачем это надо. Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Это хорошо. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншеи и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Да? Траншеи и туннели, символ Первой мировой? Полк Карла отступил в окрестности Нев-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. Ага, вот они где встретятся. То есть у нас тут все герои-то наши подвязаны все друг с другом. О, хлещут нормально англичане. А, это падла, это немецкая. Это все, один стакан вина никак не может выпить. Тряпка. Так, ну-ка принеси мне сарделину. А, чувак, я сейчас штаны снимаю и сарделина готова. Понял? Окей. Сарделину, говорит, принеси. Ну, как скажешь. Ладно, ладно. Налей, говорит, воды и попей, собаки. На, держи. На, пей, собака. А я пошел за сарделиной. Замечаю. Опа, а что это такое? Что это, что это? Надо что-то намешать, что ли? Сардельки и вода. Ага. А, окей, ничего не понял, но да ладно. Опа, фоточка. Фоточка. Рамка для фотографий. Хотя фотография в годы войны была еще не очень распространена, многие солдаты снимались на память перед уходом на фронт. Профессиональные фотокарточки, сделанные на фотобумаге, прикрепляли к твердой основе, чтобы предохранить от повреждений. Некоторые фотографии, особенно групповые снимки призывников, сразу изготавливались в виде открыток. Замечательно. Ага, поехали. Эмиль? Тихо, тихо, Эмиль. Харл, ёпты. Здорово, друган. Как оно? Мария, чё там с ней? Всё нормально? На, передай Марике. Дорогой папа, мы живем в атмосфере неизвестности. Немцы используют жители Сен-Миэля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе. Ирана уже зажила. В плену добры, конечно. Внук тебя целует. Шлю тебе его фото. Люблю. И очень жду ответа. Давай, говорит, пока. Да он ж еле стоит. Этот генерал, я не донесу ему ничего. Так, отлично, там что-то появилось. Ой, как много всего. Письма с фронта. Единственным способом связи с внешним миром для бойцов были письма, радио и телефонная связь. Использовалась строго в военных целях. Каждый солдат старался время от времени отправить весточку родным. Военная корреспонденция доставлялась бесплатно, что создавало финансовые и логистические проблемы. Всего в годы войны с фронта и на фронт было доставлено 10 миллиардов писем. 10 миллиардов писем и открыток, ни хера себе. Сначала почтовая система была беспорядочной, но потом фронт поделили на секторы с индивидуальными индексами. Визит полевого почтальона был одним из самых радостных моментов солдатской жизни. 8 миллионов пленных. Всего за годы войны в плен попало около 8 миллионов солдат. Более половины из них составляли русские и австро-венгры. 2,5 и 2,2 миллиона соответственно. Также в плену оказались 1,2 миллиона немцев, 600 тысяч итальянцев, 500 тысяч французов, 200 тысяч англичан. Несмотря на требования ГАГС к конвенции 1907 года и старания Международного комитета Красного Креста, пленные солдаты зачастую содержались в ужасных условиях, схожих с тюремными, и занимались крайне тяжелым принудительным трудом. Несколько сотен тысяч из них так и не вернулись домой. Собаки какие, а ты посмотри как издевались. Битва при Днеф-Шапель. 10 марта 1915 года британские снаряды градом обрушились на позиции немцев. В этот день впервые была использована тактика подвижного заградительного огня, при которой все орудия ведут стрельбу по одному наблюдаемому рубежу, а затем сосредотачивают огонь на следующем рубеже. Пехота, находившаяся на безопасном расстоянии, продвигалась вперед синхронно со сменой рубежей, постепенно захватывая ранее занимаемыми германскими войсками позиции. В течение дня 530 задействованных в битве орудий выпустили более 216 тысяч снарядов. В среднем каждая пушка стреляла примерно раз в две минуты. Нормально так? Гавральские стрелки. В начале 20 века под управлением Великобритании и Франции находились обширные колониальные владения, которые также были задействованы в войне. Войска из Индии были размещены англичанами на Ближнем Востоке, и, что еще важнее, использовались на Европейском фронте. Роль индийских солдат в Первой мировой не стоит недооценивать. Благодаря их отваге и боевой дисциплине было одержано немало побед. Спустя несколько лет после окончания войны в окрестностях Неф-Шапель, Франция, был открыт сохранившийся до наших дней монумент, который напоминает о принесенной этими людьми жертве. Он никогда бы не подумал, что индийцы в войне участвовали. Грязь. Жизнь в окопах была очень тяжелой. Солдатам приходилось бороться с холодом, частыми дождями и слякотью. Грязная вода стала причиной широкого распространения таких болезней, как дизентерия, тиф и холера. Глубокая грязь также представляла немалую опасность. Некоторые бойцы тонули в воронках от снарядов или ведущих в траншеи туннелях. Взрывчатка. Для преодоления вражеских траншей и оккупов воюющие стороны были вынуждены широко использовать подрывные заряды. Чтобы проникнуть на занимаемые противником рубежи, приходилось рыть длинные тоннели через нейтральную территорию. Эти тоннели, называемые минами, подводились под вражеские укрепления и начинялись взрывчаткой. Британская армия обычно применяла кордит. Мощное взрывчатое вещество, которое легко можно было подорвать на расстоянии. Как интересно, блин, вообще какая классная игра. Так, сосиски крути его. Зачем ты воды-то налил? Мне сосиски нужны. А, смотрите, вода, подогреть, сосиска. Понял. Да я понял, не ори, давай. На, подогрел. Теперь сосиску надо. Правильно? А, ему вареную надо. Вон оно что. А, вот теперь сосиску подать. Давай. Гавну насрал. Так, давай, бери. Потащили. Собаки. Как он в кандалах? Ему же неудобно таскать такие ящики. Так, ну-ка не лай там, шавка. А то сейчас ковшиком по лбу получишь. Так, ну тут стреляет. Ага, понятно. Теперь моя рожа будет просвечивать в этой игре. Картинки нельзя пропускать. А! Ха-ха-ха! Сучата! Так-то вам, так-то! Будете знать, как меня заставлять сосиски делать! Что-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Быстрее! Назад-назад-назад-назад! Я успел сбежать, нет? Или меня опять убили? Эмиль, тебя постоянно будут убивать в этой игре, что ли? Ой, прости, пожалуйста, собачка. Я не хотел на тебя ругаться. Ты меня спасла. ЛБ. А-а-а! Вот мы можем играть за собаку. Нормально вообще. Спасибо тебе, Бобик. О! Мерси! Француз! Сразу видно. Погнали! Харей! А, сиди! Молодец! Молодец! Классно! О! Ковшиком все разнесли! Погнали! Действие выполнено, хороший песик. Спасибо. Юплей мне написали. Сиди. Сиди! Сиди, говорю. Молодец! Молодец! Чего тебе надо? А ты свой, нет? Вытаскивай. Я спас тебя. А где, говорит, этот у меня? А он, говорит, улетел на дирижабль куда-то туда. Да? Погнали на дирижабль, пес! О! Его взяли в заложнике или нет? Он за кого воюет, я вообще не понял. Так, бутылочка. Куда, чего? Это что? Это как? А, сюда надо паломник ставить. Чё? Чё ты хочешь этим сказать этим? Своим. Ой, промахнулся. Апорт! Апорт, Бобик! Апорт! Неси, неси бутылку. Нет. Подожди, а чё тогда? А-а-а! Я понял, понял, понял. Всё, отлично. Не зря же у нас собачка-то есть. Она сейчас принесёт нам палочку. Я же не зря сказал слово апорт. Блин, какая классная игра. На-ка! Апорт! Бери. Тащи сюда. Ай, молодец мой. Дай мне. Спасибо. Молодец, спасибо, песик. Опа! А! Замечательно! Собачка рада, это хорошо. Ну, сиди. 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 Ну, сядь ты уже. Молодец. А-а-а-а! Классовчик. Как мне нравится этот Бобик. Бобик просто молодец. Так, теперь у нас чего? Погнали. Так, нам надо залезть как-то наверх. А-а-а! А-а-а! Понял. Всё. Вагонетку тащим. Здесь есть какая-то вагонетка, точно. Вагонетка всяко тяжелее, чем наш мужичок. Поэтому она пересилит, перевесит нас. Стой, 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 стой! Быстрей, 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 быстрей! А! Успел, красавчик. Так. Так. А ты куда поехал-то, пёс? Вернись! Стой, не додумайся! А что теперь делать? Да ты куда съехал-то? А-а-а! Блин, мне надо было вместе с ним ехать. Понял. Давай, погнали. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. А-а-а! Он спустился через дырочку. Нормально такие сквозные окопы. Чё ты там увидел? Там нет ничего? Блин, ну посмотрите, какая графика. Никакой графики, но так всё классно на фоне прорисовано. Живые картинки. Конечно, понимаю, что это обычный спрайт, но всё равно. Чё тебе надо-то копай. А-а-а! Нихрена себе. Как ты тут оказался? А, ты опять через эту... Через свою кунру пробежал. Молодец. Так, подожди, там чё-то... Ой! Блин. А как это взорвать тогда? Это, ты сможешь туда чё-нибудь мне сделать? Блин, не, так не получилось. А, с той стороны надо залезть. Понял, всё. Поехали вниз. Так-так-так-так-так. Ой, время-то уже сколько прошло, чё-то я заигрался прям. Ну да ладно, ничего страшного. Опа, ножичек какой-то. Чё это за заточка? Предмет с конкурса военных историй. Завязыватель шнурков, изготовленный полковником Люсьеном Дюфурмантелем, браденом господина Бенуа Тьедре из расплавленной гильзы. Люсьен служил электриком в прожекторном дивизионе, в чьи задачи входило освещение позиций врага. Поздравляем нашего победителя Бенуа. Какие-то трофейчики мы так подбираем, я понимаю. Ну окей, ладно. Так, подожди, а нам как-то же надо вот эту сбить. Да, и туда залезть, забрать крест. А чем кинуть потом? У меня с чем кинуть? А мне кинуть-то нечем. Надо какую-нибудь бутылочку. Блин, крест надо подобрать. Че за хрень-то? Бобик, принеси мне че-нибудь. Блин, а то сейчас взорвется, да? Действительно. Так, ну тогда я не понимаю. Че ты там нашел? А, вот и че ты нашел. А, давай. Копай, копай. Красавчик, давай мне кость. Молодец какой. Обожаю этого Бобика. Прям вообще он меня радует. Не-не-не, мне надо кинуть. Вон туда вон. На. Хорош. Отдай, Костя. Пригодится мне. Во, крест сейчас возьмем. Без креста-то вообще никуда. Опачки. Че за крест? Распятие. Многие солдаты были верующими и нередко носили с собой религиозные символы. Военным министерствам приходилось учитывать и вопросы веры своих бойцов, поэтому на фронте проводились религиозные церемонии для всех конфессий. Священники, викарии и раввины предлагали солдатам помощь и сочувствие. Не ущемлялись и религиозные чувства мусульман из колоний, которых объединяли в отдельные батальоны, им давали халяльную пищу и помогали проводить похороны согласно требованиям ислама. Вот как, смотри, у них там все было хорошо между собой. Ну че, ребят, я предлагаю на сегодня на этом закончить. Блин, вообще классная игра, прям что-то не знаю, то мастер-ребут у нас тут попался, то вот это теперь игра. Прям какие-то шедевры идут у нас в 3 часа дня. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, а мы с Бобиком ждем вас в следующей серии. Ребятушки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok